Сферология Петера Слоттердайка. Начинаем. Что можно сказать о Петере Слоттердайке, известный немецкий современный философ, который непосредственно написал текст «Сферология». Этот текст отличается от подавляющего большинства других философских современных текстов тем, что в нем нам представляется практически полноценная система, состоящая из трех элементов. Изначально, ну это прежде всего философия пузыря, ну то есть он разбирает различные сферы, он работает с образом сферы. Он описывает все, что происходит в человеческой жизни, в жизни человечества и в жизни взаимодействия людей, в общем-то, через образ сферы. И благодаря этим сферам он создает полноценную философскую, так скажем, систему. Ну, может быть, не очень полноценную, потому что метафизики там, например, нет. Там нет многих других элементов. Но если рассматривать вот эту вот систему через призму экзистенциализма, феноменологии, это вполне так действительно себе полноценная система. Это одна из немногих попыток именно от философии 21 века создать такой вот полный, замечательный, потрясающий текст, дополненный различными отсылками, наполненный такой некой систематичностью. Следует заметить, что Петер Салтердайк во многом является учеником Мартина Хайдегера. Именно во многом, ну потому что он не прямой ученик, но при этом он многому учится у Мартина Хайдегера, многое у него заимствует. И, по сути, вот эти вот его сферы — это осмысление дозайна хайдегеровского, что тоже крайне интересно. Притом, вы, наверное, там этого дозайна даже не заметите, если будете просто так читать, но там просто есть упоминания Хайдегера периодически. Если их вычеркнуть, вы этого дозайна просто там не заметите. Ну, потому что вот так вот составлены его тексты. Так вот, да-да-да, это я уже проговорил. Вот. Сферология изучает различные явления внутреннего и внешнего мира через призму образа сферы. Сфера — это такое место, где значимы не только понятия. Это пространство, наполненное образами, звуками и запахами. То есть... Да, это 20-й век, действительно, книжка написана в 20-м веке, но она до сих пор как бы котируется, и Слаттердайк до сих пор живет. И редакции, наверное, совершались и в 21-м веке. И перевод Петра Слаттердайка в России был у нас, в общем-то, совершен только в 2010-м году непосредственно Лащевским. Кстати, преподаватель СПБГУ, бывший, я с ним лично знаком, потрясающий и интересный специалист, ну, в общем-то, для русских. Александр — лучший ученик на потоке. Я уже не ученик, я уже учитель почти, да. Так вот. Да, действительно, поправка верная, то, что книжка написана в 90-е годы, но особое влияние она приобретает уже вот как бы сейчас, особенно для России, преимущественно для России. Для России она появилась только вот... А, в переводе Перцова она уже была. Ну, я не знал, я читал в переводе Лащевского, и она популяризовалась в основном, вот, по-моему, это очень хороший перевод Лащевского, на мой взгляд, по крайней мере. Там действительно интересно читать, хорошо, захватывающе. Ладно, продолжим. Спасибо, кстати, за поправки, я многого не знаю. Ну, я действительно многого не знаю. За это спасибо. Продолжаем. Так, микросфил, в общем-то, все делится на несколько частей, так скажем, в его книгах. Книги называются довольно-таки просто. Все три книги обозначаются названием сферы. И есть приписочка. Первая книга — это пузыри. Вторая книга — это глобусы. И третья книга — это непосредственно пена. Там, где много-много-много маленьких пузырей, которые, в общем-то, вместе связаны, это плюралистическая сферология получается. То есть сначала мы рассматриваем эти сферы в отдельности друг от друга, в виде пузырей. Потом рассматриваем одну большую такую громадную сферу, которая изображается непосредственно словом «глобусы». И последняя, последняя плюралистическая сферология, она как раз вот у нас обозначается образом пены. Ну, потому что пена, там пузыри, много-много-много маленьких пузырей, и очень-очень-очень интересные образы. Следует вообще заметить, да, что Слоттердайк, в отличие от многих философов, оперирует непосредственно такими визуальными образами, которые, не знаю, насколько можно считать их серьезными, но в качестве описательной такой модели они работают очень-очень даже хорошо. Ну, причем, давайте подумаем, кто еще, может, такие образы использовал как ключевые для своей работы. Я вот даже не вспомню. Гастон Башляр — образы огня, воды, земли, воздуха. Может быть, ввиду того, что, ну, хотя тоже нет, потому что Гастон Башляр, он реально постулирует не сами образы, ну, то есть он работает с философией воображения непосредственно. И в этом воображении как раз имеются огонь, вода, земля и воздух. У разных людей, в общем-то, что-то из этих стихий доминирует. Так что, ну, тут тоже такое соотнесение, наверное, было бы, ну, сложным, сложным, по крайней мере. Так, да-да-да, это я тоже проговорил. Метод изложения мыслей у Петра Слаттердайка не вполне, кстати, академичный. Да, его работы вот отчасти все-таки похожи по стилю на пентологию Гастона Башляра. А Гастон Башляр вот в этой самой пентологии он выступает не совсем как академический мыслитель. Там много образов, много отсылок, много каких-то картин изображается, которые мы должны непосредственно представить. Это не философия доказательств, как это обычно, но бывает у аналитических философов. Это наоборот, это, ну, с другой стороны, это как бы и не художественная литература. Получается что-то вот такое промежуточное, может быть. Но от этого не менее интересное. Вот. Да, уже в первом, например, абзаце в книжке «Пузыри», микросферология непосредственно, микросферология – это пузыри. Да, он разбирает, описывает ситуацию, в которой маленький ребенок выдувает мыльные пузыри, из этой аналогии Слаттердайка выводит свою сферологию внутреннего мира человека. Вот так вот интересно у него это получается. Потом у нас появляется макросферология, которая называется «Глобусы». Тут он рассказывает о семи пожилых мужчинах, собравшихся вокруг земного небесного шара, то есть глобусы, из чего он выводит сферологию внешнего мира, ну, то есть вообще такой глобальный мир он нарисует посредством вот этого образа глобуса. Интересно. Потом в прологе у него получается следующий текст, это уже пены, а пена, и это плюральная сферология. И здесь он начинает рассматривать образ пены, который переходит в повествование о множестве сфер или плюральности. Оно тоже очень интересно в данном случае. Это вызывающая такая стилистика, и она действительно заслуживает внимания. Так, давайте здесь для себя, пожалуй, выделим вот это вот троичное деление. Три книги, во-первых, «Пузыри», «Глобусы», «Пена». И, соответственно, сами дисциплины, которые разрабатываются, «Микросферология», «Макросферология» и «Плюральная сферология». Вот. Акции про воображение пока мы не будем рассматривать, потому что у нас обзорный сегодня материал, мы не будем это вот здесь нырять. Но давайте все-таки обратим внимание к другому важному термину. Что это за сферы вообще? Зачем они? Откуда они берутся? И какую функцию они выполняют, сейчас ответим. Самое главное. Да, действительно, пузыри, глобусы, пена. Вот так вот. Так и есть. Такие фундаментальные цепляющие образы, с которыми мы работаем. Да? Да. Вот так вот. Иммунология. Вот о чем в том числе идет речь. Сфера, сфера, вот любая сфера, она образует вокруг человека такой своеобразный иммунитет. Зачем эта сфера нужна? С чего вообще начинаются книжки, книжки Салтердайка непосредственно, ну, одна из книг, в общем-то, начинается с того, что он, ну, критики науки непосредственно. Не то, чтобы самой науки, а того ощущения, которое эта наука вызывает. То есть, огромный пустой космос, гигантские невероятные пространства. Это все должно навевать на нас ужас. Гигантские просторы из... Да, и как от этого всего защититься? Как с этим вообще быть? Для этого у человека есть специальная такая сферическая иммунология. Иммунитет своеобразный. И поэтому непосредственно Салтердайк работает с понятием иммунологии. То есть, уже в рамках философии, в рамках рассмотрения бытия человека, это определенно бытие, сферы эти имеют отношение к бытию непосредственно человека. Конкретного, например. Пузырь. Пузырь. Это отчасти тот же самый дозайн. Только вот, понимаете, что эти пузыри, они дальше начинают раскрываться. Уже глобус. Потом уже плюральная сферология. То есть, пузыри становятся сложнее, чем дозайн у Хайдеггера. Но эта идея, она как будто бы действительно проходит через все три книги и развивается, и обретает там совершенно иной вид. И иммунология. Это действительно важнейшая тема, как пишет Сивков, профессор. Да. Вот. В его работах обсуждается память о мертвых, как форма иммунитета. Упоминается также жилище и метафизика. Все это является иммунологической сферой, что крайне тоже интересно. Жилище – это тоже определенная форма иммунитета. Ну, мы когда находимся в нашем жилище, мы чувствуем себя определенно спокойно. Спокойнее, чем вне жилища, конечно же. Ну и вот, согласно Петру Слаттердайку, мир находится в состоянии глобального заражения или всеобщего иммунодефицита. И вот в контексте науки он это вот и разокрывает. То, что вот мы встали. Сунады, приветствую, приветствую. А какой рассинхрон у нас здесь происходит? Что случилось? Ладно, ладно, продолжаем, пока я не понял, что за рассинхрон. Да уж. Так вот, согласно Слаттердайку, мир находится в состоянии глобального заражения или всеобщего иммунодефицита. Ну, то есть, у нас получилась вообще такая ситуация, что у нас до этого был определенный иммунитет, сформированный отчасти религией. А потом история философии, религии вообще Европы, так или иначе, привела людей к тому, что начала доминировать наука. Но наука... А-а-а... А, понятно. Так, сейчас. Ребят, серьезно? Ну, я не попадаю сейчас. Друзья, я... Ну, все нормально с видео или не нормально? Скажите мне, пожалуйста, кто там меня смотрит. Рассинхрон, да? Ага. Сейчас, я не знаю, наверное, тогда имеет смысл... Немножко перезапустить трансляцию Простите тогда Так, друзья, все, я вернулся Рассинхрон пропал или нет? Скажите мне, пожалуйста, кто у нас здесь обитает Рассинхрон исчез Или не исчез? Ну, я включил-выключил Полностью, ну как у нас тут все Лучше, лучше, я говорю или не говорю Есть рассинхрон или нет? Пропал рассинхрон, да? Все Супер, супер И трансляция осталась та же Цунады, все пропало, все хорошо Я говорю, я говорю сейчас, да? Блин Сейчас Что же происходит? Так, друзья, сейчас я проверю Теперь вы меня вынуждаете Вы меня вынуждаете Что у нас происходит? А, на Твиче норм, говорят Ну, ребят, это тогда Ютубчик Ну, простите Сейчас я проверю Так, друзья, сейчас я проверю Теперь вы меня вынуждаете Отлично У меня в Контакте все отлично Замечательно идет Ну, ладно Зря перезапускал, видимо Наверное, какие-то проблемы На Ютубе Я надеюсь, что все восстановится, друзья Давайте тогда продолжим Так вот Сферология, как поясняет Сивков Это проект всеобщей теории иммунных систем Понятия сферы и иммунная система Здесь отождествляются Да, ребят, если что Вот, все отлично Нужно было страницу после запуска обновить Если что-то вот происходит Вы обновляете страницу И, видимо, вот как у Цунада Это все вот поможет Фух, я уже думал У меня какие-то технические проблемы Но вроде нет Да уж Слаттердайк определяет сферы Как обжитое пространство Представляемое как виртуальный шар бытия Что непосредственно отсылает К парменидовскому онтологическому образу бытия В качестве глыбы прикруглого шара Полнота сферы определяется Динамизмом взаимодействующих материальных стихий По сути, сфера Слаттердайка Это спонтанно самосоздающееся Воображаемое целое пространство Которое защищает человека От внутренних и внешних проблем Вот тут с воображаемое Я бы вот поосторожней, правда, был Ну потому что это просто вот Вот это воображаемое Это в контексте моей диссертации звучало Вот чтобы притянуть Ну не притянуть, связать С биополитикой Агамбена я не знаком Вот в чем большое отличие Первое Да Хотя читал некоторые его тексты Но вот, к сожалению, вот здесь не дочитал Ну объясните, что такое биополитика Агамбена И тогда уже будем различия искать Так, здесь уже другие авторы цитируются Хорошо, хорошо, хорошо Продолжаем Сферы это универсумы экзистенциальной пространственности Как подчеркивает один из исследователей Петров Ну то есть вот у нас еще одна Одна зацепка к дозайну, как вы видите Ну это универсумы экзистенциальной пространственности Ну то есть бытие присутствия Оно непосредственно содержит в себе И пространственную характеристику И временную, и пространственную А сферы, они содержат в себе Как минимум тоже пространственную характеристику Да, ну то есть мы опять же должны подчеркнуть эту связь Хайдеггера и Петра Слаттердайка Как признает сам Слаттердайк Его сферология является продолжением День Мартина Хайдеггера Что я тут тоже уже пояснил Здесь много про Хайдеггера Ну ладно В общем, в статье очень много материала Который вот прям вот не напрямую повествует нам О том, что находится в книгах Там в основном рецепция Я кратко Сначала ведутся краткие такие рецепции Объяснения, поэтому я и взял эту статью А теперь, а теперь мы, видимо, перейдем к рассмотрению Хотя бы первого текста Петра Слаттердайка Это сферы Так, сферы Один, пузыри И сейчас я выведу его на экран Потому что, ну, это такая вот интересная штука Она только в дежавю есть Вот, 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 вот Вот, давай, дежавю, вот он, ридер Так, ребята, вы видите все, я полагаю Просто у Агамбена тоже хайдеггерские истоки Пишет комментатор Там есть деление на голую концлагерную жизнь И некий суверенитет Данные в обжитом мире В принципе, у многих мыслителей Которые так или иначе являются последователями хайдеггера Есть такие похожие деления, действительно Здесь, наверное... А у нас еще просто два тома сверху То есть, первый том, может быть, имел смысл вывести в PDF Но, как видите... Так... Сейчас... Под чатиком, пожалуйста Да Хотя бы вот так давайте выведем для начала Нет, о проектов человечества я говорить не буду Так вот, просто Агамбен тоже... Да-да-да, действительно так и есть Данные в обжитом мире Но здесь определенная форма обжитости И в определенном образом определяется этот самый дозейн Ну, то есть, Слаттердайк сделал значительный шаг вперед здесь Агамбен, наверное, тоже, но немножко в другую сторону получится Другие описательные средства Суверенитет, деление на голую концлагерную жизнь Ну, то есть, получается, да, суверенность, суверенитет Ой, кстати, суверенность, суверенитет Это те слова, которыми последователи Хайдегера нередко пользуются Просто у меня есть один знакомый профессор Дорофеев Вот у него спонтанность и суверенитет Это два основных термина И он в этом тоже вот последователь Хайдегера Ну, и, видимо, отчасти Агамбена тоже Ну, то есть, интересно, интересно Многие такие черты, схожие, мы можем замечать во многих Во многих интересных, потрясающих мыслителях Но разница все-таки имеется Сферы, сферы, вот они, сферы Микросферология Том 1 Пузыри Потрясающе Давайте выцепить попробуем некоторые хотя бы моменты Такие вот интересные Я попытаюсь Здесь 690 страничек просто, ребят Мы все это читать, конечно же, не будем Предварительные замечания мы тоже читать сегодня не будем И вообще, наверное, не будем их читать Ну, вы сами можете прочитать эту книжку Вот, например, картина предложена Какая интересная Вот, пузырь, ребенок И образ будет рассматриваться Вот тот самый образ, о котором я говорил Он уже в введении И этот текст, он перенаполнен различными отсылками культурными Во многом, мне такие тексты, наоборот, тяжело читать Потому что в них слишком много примеров Я и без примеров, в принципе, могу многие вещи понять Но это, видимо, определенное такое своеобразное искусство Искусство излагается мысли Приводя огромное количество примеров На большое количество страниц Вот, ребенок, только что получивший подарок Стоит на балконе И возбужденно следит за мыльными пузырями Первый, самый первый образ Который мы встречаем у Петера Салтердайка Тоже, тоже, тоже замечательно Вот мы рассматриваем различные Кольцевые, получается, структуры Физика и так далее, так далее, так далее Краткие и точные слова Паскаля Вечное молчание бесконечных пространств Подвергает меня в ужас Ну вот, это о чем я и говорил О том самом ужасе непосредственно Который человек испытывает в современном мире Где у нас имеется иммунодефицит Мы сегодня рассматриваем Салтердайка Петера Салтердайка Его сферы Все три текста Я хочу пробежать хотя бы Просто посмотреть, какие это неплохие тексты Интересные, красивые Именно для современного философа Они такие не аналитические Такие вот Вот такие вот образные, интересные И вот сейчас мы добрались до текста Который называется Пузыри Это первая его сферология Микросферология непосредственно Потом мы будем рассматривать мою статью уже Не по этой теме А потом мы будем уже смотреть видосы И нам заказан Сэм Харрис И с его наукой непосредственно Тоже очень хорошо Интересный сегодня будет эфир И я рад Хороший эфир Прям вот после отдыха Отдыха на работе Мне сегодня работа подпала Так вот, вечное молчание бесконечных пространств Подвергает меня в ужас И вот это вот состояние Это еще у Паскаля Понимаете, Паскаль? Вы представляете, насколько давно был Паскаль непосредственно? И что мы наблюдаем сейчас? Потому что вот здесь речь-то идет о 70-х годах, например И вообще о современной науке тоже самое можно говорить Мы наблюдаем пустоты Невероятные пустоты Колоссальные Мы находимся на планетке Песчинки И мы сами еще маленькие Маленькие такие песчинки На входе вот этой вот самой большой гигантской планеты Которая в масштабе космоса Ну, ничтожна Вот тут нам пишет Такой вот Наш неименованный товарищ Сферология Звучит как феноменология Только с привкусом парменида и пифагорейцев А тут дело в том, что Звучит, может быть, и так Но сущность разная все-таки Ну, наверное, элементы Феноменологии в сферологии все же имеются Это безусловно Но здесь контекст все-таки на Хайдегера делается Вот именно на бытие Именно на бытийные характеристики сферологии Как это все обживается Как это бытуется непосредственно И поэтому все вот здесь вот так надо описывать Так красиво, так полно Дать прочувствовать человеку Все, что вот в этом тексте написано Только вот таким образом Можно достигнуть эффекта Вот это вот вживание в бытие непосредственно У Слтердайка пишет у нас в комментариях Блин, я не вижу здесь до конца текста. У Салтердайка скорее применяется толкование Хайдегера послевоенной эпохи. Он ссылается на Шмидса и Гернота Бема. Ну, может быть, отчасти да, но элементы дозайна здесь есть. Ну, первые сферы, по крайней мере, вот эти вот самые пузыри, они прямо чуть ли вот не определяются через дозайна. У них почти одинаковые, в общем-то, определения получаются. Ну, я, по крайней мере, их понимаю очень похоже. Вот крайне похоже. А вот то, что дальше разрабатывается, это уже да. Это действительно может уже сильно отличаться от Хайдегера, раннего, по крайней мере. Вот, космическому морозу, проникающему в человеческую сферу через распахнутое окно просвещения. Человечество нового времени противопоставляет необходимый в такой ситуации парниковый эффект. Ну, вот, в общем, вот, опять же, космический мороз, ужас, страх, в общем, иммунитет снят. Всё, всё, сферы нет, сфера пузырь лопнул. Что делать? Мы остаёмся в пустоте. Как нам, в общем-то, существовать в такой вот ситуации без пузыря? Нужно вести иммунологию, получается, полноценную изучать всё это и работать с этим. Ну, то есть, у христиан, например, этот пузырь был. Очень крепкий, хороший, хороший, замечательный пузырь. И мы, вот, видите, встречаемся с бездной, там слово «бездна». И где мы находимся, если наше место в мире. Зоются многие-многие-многие-многие вопросов. Всё это, конечно, читать, я же говорю, это 690 страниц сейчас будет. А поэтому мы пробежимся по таким основным моментам, продолжаем бежать, бежать, бежать по тексту, потому что вы сами можете их прочитать, все эти три замечательных текста, если захотите, почему бы и нет. Я здесь, по сути, чуть ли не рекламой занимаюсь, Салтердайка, но текст из среди современных философов, этот текст того заслуживает. Наверное, больше многих. Ну, то есть, вот, модальность этого разрыва, разрыв появляется, двуединый пузырь был обречён лопнуть, вот, вот, все вот эти вот такие вот слова. А про пещеру, если вы страницу подскажете, я прямо на неё и перекручу непосредственно. Потому что я, как видите, я очень быстро листаю, потому что, ну, эту книгу я только 87 страниц пролистал пока, и впереди ещё 600, как бы. Но мы не будем всё смотреть, не будем всё смотреть. Если вы найдёте страницу, я с удовольствием на пещеру перекручу. Это же, да, это здесь много-много-много всего. Ну, критиковая часть современного мира ведётся, науки. Ну, науки, понимаете, именно в экзистенциальном ключе. То есть, Салтердайк, если я не ошибаюсь, он ни разу... Когда выйдет русский перевод «Бытие и Саити», вы будете его читать? Чем Бадью отличен от Салтердайка? А, события, «Бытие и События». Я, кстати, хотел прочитать «Бытие и События», да. Очень хотел, но... Как бы... Как бы так... Я хочу почитать Бадью, именно его ключевые тексты, да. Да, действительно, я очень хочу почитать Бадью. И, наверное, мне понравится. Ну, по крайней мере, тоже в контексте такой современной философии, ну, его многие хвалят. Ну, вот, продолжается вот эта вот разработка. Опять же, экстатическая забота. Тоже термин хайдегровский такой, забота. Не знаю, случайно или не случайно он здесь, но, может быть, не случайно. Ну, и вот здесь сам Салтердайк объясняет задумку именно первой книги. В первой книге этой трилогии о сферах говорится... О сферах говорится о микросферических единствах, именуемых здесь пузырями. Они представляют собой интимные формы закругленного бытия в форме. Базисные... И базисные молекулы прочных связей. У Салтердайка Сфера, пишут в комментариях, у Бадью множество. Очень похоже. Ну, вы смотрите еще дальше у Салтердайка, потому что, ну, сами эти сферы, это просто вот одна сфера. Пока одна сфера. Пузырь, пузырь. У вас свой пузырь, как бы, имеется. Вот что подразумевает. У вас свой пузырь. И у каждого свой пузырь. И все разделены в этих пузырях. А потом, вот эти вот самые множества, появляется множество пузырей. Уже в третьей книге появляется множество пузырей. И это пена. Их много-много-много-много маленьких пузырей. Это действительно некое множество. Но чтобы сравнить множество бадью и сферы Слоттердайка, особенно пузыри Слоттердайка, не пузыри в смысле, а пену, пену Слоттердайка, мне бы надо прочитать бадью непосредственно, да. Тогда сравнение можно было бы провести более-менее адекватное. А если так, по словам множества, там, пена, ну да, ну типа что-то похожее как бы, ну может быть, да. Ну понимаете, так очень притянуто получается. Они представляют собой интимные формы закругленного бытия в форме и базисные молекулы прочных связей. Перед нашим анализом стоит прежде еще... Так, ладно, 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 погружаемся в давно забытую историю, да, уже там немножко не о том. Ну то есть это все действительно интересно читать, но это нужно читать в уединении по привычке, потому что текст очень большой. Вот, во втором томе Сфер, он здесь объясняет все про сферы свои, кстати. Во втором томе Сфер рассматривается историко-политический мир. Глобус, напоминаю, напоминаю глобус. Историко-политический мир большой, объемляет все человечество так или иначе. Ориентированный на морфологические образцы геометрически точно сконструированных шара и глобуса. Мы оказываемся, как раз тут он пишет, в области Парменида, в универсуме, граница которого проведена словно с помощью циркуля. А центр устанавливается благодаря специфически философской, направленной во все стороны и переливающейся через края общительности. Тоже очень крайне интересно. И давайте про последний том Сфер, поскольку здесь уже прям целый план прописан. Понятие Сферы... А, я еще пропустил. Так, вот, абсолютный дух. Теория пузырей является археологией интимного и интересуется структурами и процессами, делающими соединения, соития и стыковки возможными. Ну, да, да, это тоже похоже. Так, опять комментарий. Ну да, я скорее развлекаюсь, спаривая всех философов со всеми, особенно современных. Просто у современных философов всегда много претензий на оригинальность, сокрытие своих истоков и сходства. Ну, Слаттердайк, понимаете, он не скрывает свои истоки. В этом смысле он о них даже, наоборот, очень много пишет. И тот же Хайдеггер, если его можно в каком-то смысле современным называть, ну, философия современности, 20 век, по-привычству, современная философия. Хайдеггер, наоборот, подчеркивает такими двумя, тремя, четырьмя жирными линиями вот эти вот свои истоки. При том, эти истоки не всегда присутствуют. Что самое смешное, вот в Хайдеггере это то, что вот, он пытается показать свое невероятное величие. Вот именно с истоками традиционность свою, свое вот это вот обращение к прошлому, хотя он многое придумывает. Вот, абсолютный дух пишет, что ему это понравилось. Да, 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 вот это вот интимное пузырь, это нечто вот интимное. Это ваш пузырь, это ваш личный пузырь. Вы в этом пузыре живете, вы в этом пузыре существуете. Это ваша область пространственная, в которой вы обитаете, по сути. Это ваш дом, это ваше жилище, это также ваши друзья, видимо. Это вот все, что связано с вашим непосредственно бытием. А также есть бытие более высокого такого плана. Это глобус, человечество, общество и вот все остальное. А как вот это вот общество непосредственно существует уже при увеличении, то есть если мы не будем абстрагироваться на вот этот гигантский потрясающий глобус, да, парменидовское бытие, так скажем, о котором здесь тоже написано. Так, там про сексистские теории пузырей речи идут, друзья. Ну что ж вы, ну что ж вы, что ж вы с дедушкой Селтердайком так поступаете. Так вот, теория сфер написана. Это морфологическое орудие, позволяющее воспроизвести картину исхода человеческого существа из примитивного симбиоза к всемирно-историческому действию в рамках империи и глобальных систем, как почти связанную историю внешней экспансии. Ну тоже вот, видите, опять же, попытка описать морфологическое орудие, ну, понятно, что он не подразумевает, что вокруг вас реально какие-то мистические такие сферы находятся, и вот там глобус, вокруг него тоже какая-то сфера, там наосфера находится, не знаю. Здесь теория экзистенциальная, то есть она, она вас, она как раз описывает ваше бытие, получается. И для описания используют вот такие интересные термины. По-моему, очень интересно в данном контексте. Ой, ну тут опять истории про Слаттердайка. Дедушка Слаттердайк пару лет в индийском ашраме предавался оргиям и разврату. Мы рядом с ним, жалкие соплики. А вот это мудро, я считаю, сказано, мудро сказано, всё. Полностью поддерживаем. Орги, ваше рай. Ладно, простите. Да, так, ладно, ладно, поехали. Можно ли сказать, спрашивает Абсолютный Дух, что сферология является проводником к бытие и время Хайдегера? Где-то слышал об этом. По-моему, вполне уместная трактовка. Ну вот у нас в чате был человек, который явно знаком с творчеством Слаттердайка. И даже вот лучше меня знает непосредственно некоторые аспекты его истории. Ну, в общем, там комментарии были тоже интересные. Он так, по-моему, не считает. Но трактовка уместная. Многие профессора, которые так или иначе считают Слаттердайка, изучают непосредственно Слаттердайка, они так и считают, да. Да, вполне. Ну, то есть я, когда изучал Слаттердайка, изучал статьи, посвященные Слаттердайку, я встречал там именно вот такую трактовку. И мне нечего возразить здесь просто. Я недостаточно, видимо, профессионален. Я этот текст просто читал, и он мне вполне так понравился. Вот. А есть люди, которые непосредственно изучают Слаттердайка, да. Они, наверное, считают, что это и есть проводник некий такой к бытию и времени. И я уже пытался показать, почему. Потому что вот эти вот самые сферы, эти самые интимные, интимные сферы пузыри, они пространственную характеристику имеют прежде всего. Вот эта вот сфера пузырь, я не просто так ручками двигаю в виде сферы. Это действительно некоторое пространство, получается. Это ваше личное пространство. Глобус – это уже общее пространство. Пространство Парменидова большое, 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 невероятно большое пространство. А есть пузыри, пузыри, пузыри – это то, что мы с вами, в общем-то, как мы с вами взаимодействуем, плюрально. Да. Цунаде пишет. Пузырь символизирует собой токсичную маскулинность. К тому же, кто её придумал? Правильно, мужчина. Я считаю, что это более чем очевидно. Я, наверное, думаю, что всё-таки нет. Нет, пузыри есть у всех. Цунаде. Особенно у вас в мультфильме есть пузыри. И это ни в коем случае не подчёркивает токсичную маскулинность. Ни в коем случае, нет. А, так. В третьем томе рассматривается катастрофа круглого мира, произошедшая в новое время. В неё в морфологических терминах описывается зарождение эпохи, когда форму универсума уже невозможно представить с помощью имперского кругового обзора и окружающей наблюдателя панорамы. То есть, это ещё некоторое время, получается. Так, у нас комментарий пишется. Нет, не так. Там противопоставляется философия времени и философии пространства. Про Хайтгера у него есть книга «Время и ярость». Вот. Ну вот. Вот. Ну, тоже интересный комментарий. Может быть, я не до конца правильно действительно трактую сферы, но вот, можно тут посмотреть. Ну, я несколько статей разных смотрел просто, и там такие трактовки, они присутствуют. Которые я озвучиваю, я их просто не сам придумываю, понимаете. Я как бы здесь просто, в данном случае, проводник. Проводник такой вот, не очень. Может быть, не самый надёжный проводник, но всё-таки проводник. Я, к сожалению, на немецком того же Слоттердайка не читал. Вот, вот, каюсь. Что ж там начинается, друзья? Что ж там начинается? Абсолютный дух, пиши сам эссе. Вот ещё фотографии здесь интересные, в данном именно издании. Мне нравятся там многие пузыри, всё связывается непосредственно с картинками такими интересными. Ну, в общем, вот, вот, вот. Ироним, босх, сад земных наслаждений, иллюстрация. Тоже сфера определённая. Вот, мыслить внутреннее пространство. Например, одна из глав называется «мыслить внутреннее пространство». Опять же, внутреннее и пространство – ключевые слова. Люди, пишет он, существа, причастные к пространствам, о которых ничего не знает физика. Благодаря разработке этой аксиомы развилась современная психологическая топология, которая, не принимая во внимание собственной первичной локализации человека, делит его на радикально различные области. Ну, то есть, опять же, какое-то противопоставление науке здесь имеется, но сферы вот эти вот не сходятся. У науки своя сфера. Силтердайк оставляет как бы себе для исследования тоже свою сферу, которая немножко вот так вот от науки отделена всё-таки. Что тоже важно понимать. Я в Хай... Блин. Силтердайке я не вижу вот такой вот радикального антисоентизма, например. Но те состояния, которые он описывает, они вроде бы, ну так, всё-таки его отдаляют от науки. Что тоже интересно. Что тоже интересно в наплыве, в общем-то, всевозможных аналитических мыслителей, которые по большей части любят науку. Так, ну, всё это тоже читать. Ух, ещё сосуды. Тоже пузыри, видимо. Давайте к следующей главе. Операция на сердце или евхаристическом... Или о... Ой, евхаристическом эксессе. Вот. Ну, тоже здесь ничего разъяснять пока не буду. Продолжим. Найду что-нибудь интересное, о чём я могу сказать. Так-так-так-так-так. Очень много образов, очень много отсылок, что крайне интересно пропустил. Между лицами к возникновению интерференальной интимной сферы. Тут, кстати, опять же следует, видимо, понимать, что речь идёт о некотором раскрытии. То есть пузырь сначала пузырь. Он пузырь. Потом постепенно идёт развитие глобусу. Мировой глобус, империи, глобальное мышление и так далее, и так далее, и так далее. Постоянные завоевания. И потом всё приходит уже к такой плюральной сферологии, уже ближе к современности. Получается вот такой вот захват. Да, между пузырями и пеной находятся глобусы, такой интересный. То есть это не только всё разворачивается одновременно, но это ещё и во времени постепенно разворачивается. То есть тоже, что интересно. Потому что древним людям, например, особо древним, глобусы, как таковые, были недоступны. Они не имели представления о чём-то глобальном. Они имели довольно-таки ограниченные представления о том мире, в котором они живут. И это постепенно развивалось. Это тоже получается отчасти такая история человеческого духа, как феноменология духа, только в других терминах, без метафизики. Вот тоже, что следует, видимо, выделить. Так, картины, картины, картины. Видимо, под сферой понимается вот эта вот штука над головой. Ним, почему бы и нет. Друзья, не обижайте, пожалуйста, друг друга, и всё будет хорошо. Так, 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 так. Смотрим, смотрим, смотрим дальше. Вот, 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 куча, куча, куча различных иллюстраций. Так, сейчас какую-нибудь следующую главу, и там, наверное, будет что-нибудь про иммунитет уже, наконец-то. Люди в заколдованном круге. К истории идей очарования на близком расстоянии. Почему бы и нет. Так, здесь про тот самый заколдованный круг будет, про магию, или всё-таки нет? Я уже не помню, что здесь написано. Ого! Храбров, наверное, только что запустил свой стрим. Буквально на секунду запустил, и люди такие не успели ещё зайти. Вот. Продолжаем. Смотреть, смотреть, объяснять. Ну, то есть, смотрите, это действительно очень интересный, насыщенный, богатый текст. Текста здесь очень много. Очень много. А таких вот сущностных, сущностных таких характеристик не очень много, на самом деле. Да, там про Бруно, понятно. Но Бруно, он же тоже, ну, получается, мистик. Я читал, действительно, этот текст, наверное, года три назад уже. Года три назад я его прорабатывал, а сейчас я уже вот забыл многие моменты. И я сейчас это использую, вот этот момент для того, чтобы вспомнить, пролистать эти книжки в том числе. Потому что она действительно того заслуживает. Действительно хороший текст. Ну, вот здесь не только про Бруно я вижу. Но тут история воспроизводится, история философии, вообще история, история науки. Вообще очень много исторических отсылок и культурных отсылок. Вообще всех отсылок на всё, что вообще угодно. Очень много. И это прекрасно, интересно, замечательно. Шеллинг там был и пролетел, шеллинг пролетел. Кстати, друзья, в понедельник, надеюсь, в 14 часов, у нас будет Анна Винкельман. Которая, которая вот обитает обычно на затворничество внутри матери, кстати. Интересно. К основаниям негативной гинекологии. Во-первых, названия ещё провокационные некоторые, такие интересные, завораживающие. Ну, вот это действительно тексты, они составлены очень хорошо. А в понедельник с нами будет Анна Винкельман, мы побеседуем про шеллинга. Вот. Да, Анечка, ура, она будет с нами. Я с ней поговорил, она вроде бы позитивно отнеслась к этому и разрешила её пригласить, побеседовать. Но, как вы понимаете, мы будем читать кусочки текста, как я понял. Она хочет, чтобы мы почитали кусочки текста. Я хочу обзорную лекцию. Анечка Винкельман, она специалист по шеллингу, по немецкой идеалистической философии. Как я понял, в Канте хорошо разбирается, в том числе. Ну, в общем, такая вот она, она такая вот немецкая вся дама. И мы с ней будем беседовать по шеллингу непосредственно. Я хочу сначала из неё вытянуть обзорный материал, чтобы самому больше узнать про шеллинга. И чтобы вы больше узнали про шеллинга. Вот. Вот что замечательно. Потому что шеллинг, как ни странно, один из самых малоочитаемых мной лично и мыслителей вот этого самого немецкого идеализма, вот к сожалению. Но при этом он мне больше всех интересен, потому что у него имеются следы вот такой натурфилософской философии. Именно натурфилософии. Что тоже очень интересно. Так, что-то там происходит не очень хорошее в чате, друзья. Ладно. Не будем обращать пока внимания. Тут вообще сам текст. Ну ладно, экскурсы. Мы уже на экскурсы прошли. Ладно. Давайте тогда этот текст закроем. Этот текст мы закроем. Ну, всё-таки читать их можно очень долго. И откроем второй текст. Ну, просто вот так, чтобы приблизиться. Приблизиться непосредственно к Слоттердайку. Пройтись вот так вот быстренько по всем его работам. По всем его вот этим вот работам, сферам. Так. Напряжённая идиллия. Семь пожилых мужчин на идеализированном ландшафте, недалеко от какого-то греческого города. Да, сидят, он представляет. И они сидят на глобусе. Вот они, семь мужчин. И там будет ещё картинка глобуса, если не ошибаюсь. Описывает бытие Парменида. Он здесь как раз. Да. И Эмпидокл. Эмпидокл. У него тоже круглое бытие получается. Вот. У них собрание вокруг Сфайрата. Ну, то есть сферы. Что тоже, что тоже очень примечательно и интересно. Но сфера. Единая, как и сезаемая форма, это бог, который заставляет задуматься. Ну, то есть, опять же, видите, отсылки к богу. Например, то, как воспринимался бог. Бог, получается, это тоже такая вот сфера. И, вероятно, представляемая, воображаемая сфера. Ну, то есть, он здесь не рассуждает непосредственно о существовании бога. Не пытается доказать его в реальности. Но не пытается доказать, что этот бог есть в реальности. Но тем временем он вот обращается к образу бога непосредственно. И к его якобы сферичности. Что тоже отчасти имеет смысл. Вот. Образы, отсылки к искусству, не только к искусству. Очень-очень-очень-очень все интересно. Ищем какие-нибудь определения тоже, чтобы мы выделили их для себя. Вот в тексте это уже глобусы. Да. Мы сейчас будем искать что-нибудь такое вот. Вы, господа, в некотором смысле боги и сыновья наилучшего. Вот, например, вам интересно, что можно здесь найти. Слутердайк, Слутердайк, Слутердайк. Очень большой текст. Этот текст, кстати, на тысячу страниц, друзья. Этот на тысячу страниц. Как видите, кстати, текст простой. Нет, текст сам по себе, он очень простой. Вот этот вот текст. Если бы вы вообще мне это написали, он же сложный, да? Ну. Текст, по сути, простой, но в нем очень много отсылок различных. Здесь вы вряд ли найдете какую-то сложную, сложно сформулированную философскую тайну. Ну, может быть, саму задумку понять не очень просто из-за большого количества текста, но вот такое вот. И вот, вот он, сверхобъект, глобус, шара сущего в целом, да. Ему приписываются семь свойств, семь предикатов, семь ответов на загадочный онтологический вопрос, задаваемый в самом возвышенном тоне. Тоне, который, однако, сохраняет свою аргументативную ткань. Так, а что, что, где семь свойств? Я хочу семь свойств увидеть, друзья. Я подзабыл эти семь свойств, и я хочу их найти. Друзья, где семь свойств? Где семь свойств? Ладно, видимо, семь свойств я сегодня не найду. Или он их пораньше перечислил. Султердайк, хитрец. Видите, как тяжело разбирать тексты, которые не очень, ну, вот именно не аналитически составлены. Вот такой вот научный текст, например. У бытия есть семь свойств. Двоеточие, и все, все семь свойств перечисляются, например. И все просто. А-а-а, вот они в абзацах пошли. Первым в ряду восхвалений стоит тезис, гласящий, что шар есть не что иное, как бог. И в качестве такового он является древнейшим. Первое свойство. Типа он бог. Э-э-э, видимо, да? Ну давайте прочитаем, чё за бог-то, чё ему? Э-э, да, как исток и проформа всех вещей, которые он в себе содержит, шар есть необходимое, достаточное и избыточное основание для всего самого, что в нём содержится. В нём ещё нет современной бездны, бесконечного регресса. Ибо потенциальная бесконечная рефлексия также должна прийти на круговую орбиту, несущую утешение. С этим непосредственно связано второе свойство шара. Он должен быть также и прекраснейшим. В качестве третьего свойства шара к древности и красоте добавляется величина. Эти достоинства, так, не могли бы развиваться, если бы не существовало возможности и необходимости их одухотворения. Это, видимо, третье свойство. Этот тезис развивается в пятой адресованной шару по хвале, гласящей, что он наполнен тем, что быстрее всего. Но это уже отсылка к фалесу непосредственно. Что быстрее всего, это ум. Ум быстрее всего. Раз уж шару в превосходной степени приписывается древность, красота, величина, мудрость и быстрота, то в качестве венчающего свойства ему должны быть присущи величественный предикат силы. Поэтому он зовется сильнейшим. Александр говорит абсолютный дух. Вечером вам небольшой текст на разбор захожу. Хорошо. А между тем, стрим Шадова уже обогнал число зрителей Ильи Храброва в три раза. Ну что происходит, друзья? Сейчас. Вы меня, кажется, это обманываете. Я немножко... Сейчас. Дайте я проверю. Ничего себе. Я еще-то не верю, друзья. Что? У меня восемь зрителей на ютубе. Храбров один, что ли, сидит? Я не понимаю. Не-не-не. У меня стабильно восьмерка, друзья. Восьмерка или девятка? Поэтому не-не-не-не-не. Вы меня немножко тут в заблуждение водите. Храбров, видимо, не знает, что там делает, что никому не интересно. Ладно. Ну, в общем-то, вот этот огромный, замечательный, крутой, клевый, громадный шар, который глобус. Вот он какой. Древний, красивый. Огромный, мудрый, быстрый. И еще и сильный. А кто-нибудь смотрел код с фильма Релиона? Нет, не смотрел, к сожалению. Да на самом деле мы, наверное, с этим текстом и закончим. Потому что мы прочитали все, что могли прочитать в нем самое существенное. И если мы будем зачитываться... Давайте нет, прочитаем чуть-чуть дальше. Геометрия в громадном. Проект метафизической глобализации. Я не знаю, зачем люди сочетают современную философию, честно говоря. И вот, кстати, смотрите-ка, что у нас здесь есть. Основной процесс нового времени покорения мира как картины. Мартин Хайдегер. Время картины мира. Ссылки на Хайдегера тоже присутствуют, как мы видим. Ну, текст потрясающий. Давайте просто быстренько по нему пройдемся. Мы существенные... В общем-то, существенные... Кстати, да, интересно. А почему в университете не учат современной актуальной философии вроде Слоттердайка? То есть, сама профессура Слоттердайка читает. Я, насколько понял, насколько я знаком уже с профессурой питерской, они знакомы, они наслышаны о Слоттердайке, конечно же. Но почему-то они его действительно обычно не изучают. Ну, перед студентами. Ну, мне его научный руководитель, например, посоветовал в качестве вот такого вот третьего главного персонажа в рамках моей диссертации. И мне пришлось с Слоттердайком поработать, порыться в его текстах. Поэтому, ну, вот как-то так. Ну, да, это действительно такой довольно косвенный способ прочитать Слоттердайка у меня получился в данном случае. Но его текст, он отчасти как... он попсовый же, по сути. Ну, в хорошем смысле попсовый. Ну, то есть, посмотрите, что у нас здесь. У нас куча картинок, например. Ну, картинки и не от него, но куча картин внутри текста самого. Фигура Атланта обсуждается, какие-то образы. Так этот текст очень похож на текст какого-нибудь искусствоведа, например. Что тоже примечательно. Тексты искусствоведов вообще популярнее. И... Почему нет? Ну, вот такой красивый текст, например. Вот вы приходите, вы такой обыватель. У вас стоят на полке сферологи Слоттердайка все три книжки. Все три книжки стоят. И вы хотите все-таки что-то почитать из философии. И вы берете вот эту книжку. И все. И все замечательно. Ну, просто книжка замечательная. Ну, какая красивая. И описаний сколько много. Это очень в духе непосредственно действительно искусствоведов таких. Эта книга не только для философов получается. Здесь и о философии-то. Ну, вот мы попытались выцепить эту самую философию в самом начале. Она во вступление, так скажем, была. А потом начинаются многочисленные примеры, отсылки, 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 отсылки. И очень много примеров отсылок, которые показывают на частных случаях вот самый главный изначальный тезис. Показывают его продвижения, изменения. Ну, Монтэнни опыты... Да, это тоже популярный текст в целом. Ну, Монтэнни, он часто появляется. Ну, кстати, у меня нет, к сожалению, опытов Монтэнни и иллюстрированных далее. Я никогда их не видел, уважаемые. Вот поэтому Слоттердайк, он у нас в иллюстрированном виде в России продается, например. Антропический климат. Подступ, подступ. Это только подступ, друзья, видите. Давайте перешагнем через подступ. Возникновение дальноблизости. Ух. Тоже, видите, связи с пространством. Это... Это сильно. Мне, кстати, с самого начала этот текст не очень понравился. Ну, потому что... Ну, сферы. Это какой-то фашизм, я подумал. Ну, сфера. Почему не кубы? Почему не треугольники? Почему не пирамиды, например? Почему сферы? Почему именно сферы? Непонятно. Какой-то фашизм по отношению к сферам. Сферы лучше других фигур, почему-то, оказывается. В описательных таких координатах. Но все равно текст приличный. Приличный. Заслуживающий прочтения. Да я хочу у Анны непосредственно выпросить обзорную такую лекцию вопроса и позадавать на обзорную тему по шейлингу, чтобы, ну, вот прям вот сразу было видно, какое у него учение, какие элементы его учения, чтобы все об этом знали получше. Потом уже, может быть, тексты почитаем. Она, какие-то тексты, какие-то кусочки текстов хочет передать нам. Ну, давайте их тоже почитаем. Не проблема, как говорится. Так, у нас тут, опять же, неименованный пишет. Мне кажется, что философы сначала просто много читают, а потом прочитанное через них пишет новые тексты. А потом прочитанное через них пишет, видимо, новые текста. Зачем философы пишут новые книги с претензией на оригинальность? Ну, потому что иногда у них действительно есть оригинальность. У некоторых все-таки имеется оригинальность. Даже у того же Гегеля все-таки имеется оригинальность. Хотя он действительно много прочитал. Во-вторых, не все философы много читают. Начнем с досократиков. Досократики читали, как я понимаю, не очень много. Да и сам Платон, наверное, не очень много любил читать, но он читал пифагорейцев по преимуществу, как я понимаю. А книги какого-нибудь Демокрита он прям сжечь хотел. Прям вот сжечь. Сжечь их надо. Всех к черту сжечь. Почему, зачем они нужны? Книга Демокрита. Проклятая, отвратительная книга Демокрита. Ну, то есть, вообще, концепция начетничества, она проходит у нас, наверное, ну, через Платонизм, конечно же. Через Платонизм. Потому что в Платонизме хорошая такая традиция организуется, очень мощная. И потом уже через христианство, через религию, книги непосредственно. Вот тут пишут. Он не очень попсовый. Там очень много ссылок на очень старую науку. Там вокабуляр очень философский, слова вроде хронолатрический. Ну, я, наверное, да, действительно, очень смело сказал слово попсовый. Действительно. Но текст, он во многом написан в таком ключе, в котором вполне могут читать искусствоведы, например. Немного отсылок на искусство, которые поймут искусствоведы как раз. Сейчас попробуем найти. Ну, вот здесь, например, отрывок такой. Он в целом несложный. Несколько латинских терминов. Ну, вот из усложнения такое. Лишь взламывающая коды современность. Все вскрывающее, все раскапывающее, все расшифровывающее. Разрушает метафизическое пространство глубины. И разглаживает его скрытые смысловые изгибы. Ну, вот это больше похоже не на такой доказательный философский текст, в котором прям заложено много аргументов и смысла. Сколько на прозаический текст, в котором что-то красиво, прекрасно, замечательно описывается. Ну, то есть здесь есть такой момент авторства. Именно действительно во многом художественного авторства, наверное. Не знаю, насколько это лишнее или не лишнее, но это стиль автора такой. И из-за этого книжка получилась на 1026 страниц, а не на 3, 4, 5, 6. По сути, мы уже корень самой концепции прочитали в самом начале. А теперь мы ее просто прорабатываем, углубляем фантастически, рассматриваем различные примеры, многочисленные ко всем различным аспектам этого мира. Ну, то есть это не Гегель. Это не Гегель, у которого вот каждый, как каждый тезис, каждое наименование, оно содержит в себе какую-то жесткую такую суть, которую нужно именно зафиксировать в оглавлении. А здесь все немножко попроще в этом смысле. В смысле систематичности философской. Все значительно проще. Вот, об иммунном парадоксе оседлых культур, например. Мердократия. Ну, это экскурсы, 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 экскурсы. Они прям вот вообще как бы как дополнения такие смотрятся. Антологическое доказательство бытия шара. Вот мы уже доказали, посмотрели, узнали, что шар на самом деле отчасти это бог. И к ним вот этот большой глобус невероятный, который объемлет все сущее вообще-то. И здесь мы уже разбираем такой частный аспект. Антологическое доказательство бытия шара. И здесь мы видим огромное количество примеров, которые непосредственно с этим доказательством, по сути, не связаны. Алкивиад почему-то здесь появляется. Ну, понятно, почему мы все это можем насчитать, но это и не похоже на логическое такое доказательство. Такой текст, он действительно более на художественный похож. И здесь даже, ну, додумывать мало что приходится. Очень много-много-много-много примеров разных отсылок. Очень... это хорошо, это отчасти хорошо, оригинально. Шпенглер внезапно тоже появился. Ну, здесь тоже понятно, почему. При переходе к имперскому государству политическая забота людей о пространстве пронизана мотивом, который вслед за Остальдом Шпенглером можно было бы назвать архаичным космологическим страхом перед простором. Ну, вот, например, тоже неплохо. Смотрим-смотрим дальше. Ну, я только половину книги пролистал, у меня уже палец болит. Да, книжки нельзя так листать, друзья, не рекомендую. Но я буквально здесь для того, чтобы показать вам эту книжку. Пантеон. К теории купола. Купола. Тоже большая сфера, получается, под которой находится большое количество людей. Ладно, друзья, ладно. У нас еще впереди еще один материал просто мой, уже непосредственно. С Латтердайка мы оставим уже вам на откуп. Если захотите, вы прочитаете С Латтердайка потом. Давайте коснемся последнего текста. Последнего текста С Латтердайка. Пузыри. К сожалению, про пещеру я не нашел. Если вы все-таки найдете, я обязательно к нему обращусь. Кого я посоветую? В смысле, где, когда, куда? Куда? Вот сегодня я советую вам Петера С Латтердайка. Если вы хотите почитать современную философию, ну и не разочароваться в ней, это, наверное, Петер С Латтердайк. Хотя у него, как вы видите, есть особые стилистические такие вот особенности. Ну, особые особенности. Убираем одно из особенностей. Особенности у него имеются, свои стилистические. И в этом смысле с ним приходится работать довольно-таки... Ну вот, опять же, видите, когда про сферы пишется, в замечании, например, человеческое пространство, рассмотренное нами в семи вариантах с самого начала, формируется как биполярное, на более развитых стадиях, как многополярное образование. А многополярное здесь будет у нас выход, видимо, на пузыри. Ну, то есть, не на пузыри, а на пену, на плюралистическую как раз сферологию, что тоже интересно. Ну и вот, опять же, при связи Дазайн. Дазайн уже несет с собой сферу возможного соседства. По самой своей природе он уже есть сосед. Ну вот, например, тоже увязочка с Хайдеггером. Опять же, обсуждает первые сферы, вторые сферы, пытается вывести логически все, привести к последним сферам, цель обширного повествования. Здесь 925 страниц, кстати, в этом тексте. В этом 925. Так. В сферах Трепена, напротив, предлагается теория современной эпохи с точки зрения, что жизнь разворачивается как мультифокальный, мультиперспективистский и гетероархический феномен. Ну вот эти самые термины, которые присутствуют, ну, далеко не во всем тексте. Вот как раз в том месте, где он пытается раскрыть философию, ну, то есть в самом начале, у него тоже такая структура интересная, в самом начале там действительно вся суть текста уже выложена. Если вы хотите вот прям вот ознакомиться с сущностью его концепции, можно прям по началам пройтись. А если глубже хотите, надо копать. Надо очень глубоко копать. И копать на почти что 3000 страниц. Ну, если у вас, если вам нечего почитать, и вы очень хотите почитать что-то интересное, вот. 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 Если вы выучите сферы Слаттердайка наизусть, ух, каким вы мудрым будете сразу. Исходным пунктом этой теории является не метафизическая, во-первых, как я уже говорил, и не холистическая дефиниция жизни. Ее иммунизация уже не мыслится с помощью средств онтологической симплификации объединения в гладком вселенском шаре. Вот. Если жизнь формирует бесконечно многообразные пространственные образования, то не только потому, что каждая монада обладает своим собственным окружающим миром, отсылка к Лебницу, но и прежде всего потому, что все эти монады перемешаны с другими жизнями и состоят из бесконечного количества единств. А, вот. И вот у нас по этому пузыри, получается. Вот, вот, вот. Тоже такая, видишь, картинка какая интересная. Исследование третьего тома подхватывает нить повествования в том месте, в каком завершается работа скорби, вызванная невозможностью метафизики, всеобъемлющего единого, всеобъемлющего единого. Ну вот, видимо, глобусы, кстати, прошли. Глобусы прошли, все глобальное уже, видимо, прошло. И теперь у нас мир пены, получается, плюралистический мир. Это действительно история, история феноменологическая, история мира от состояния пузырей. Хотя у нас все равно все еще имеются свои личные пузыри, мы можем их сохранять, получается. Потому что, видимо, от пузыря делаться так просто не получится. Но мы так тесно друг с другом, видимо, взаимодействуем, что это все-таки пузыри в пене. Пузыри в пене. То есть у нас имеется теперь не глобус такой, в котором мы все как бы ничто перед непосредственно вот этим глобусом, богом, деусом великим. Нет, мы теперь вот все как бы все значимы, но все в пене. Все в пене полностью. Веселый мысленный образ пены служит нам для пост-метафизической реконструкции, до метафизического плюрализма изобретений мира. Он поможет нам переместиться в стихию разнообразного мышления, не позволяя сбить себя с толку тем нигилистическим пафосом, который в течение 19-20 веков был невольным спутником рефлексии, разочаровывавшей в монологической метафизике. Ну то есть вот, видите, опять же такое утешение получается. Он проводит нас через глобусы. Глобусы, они потерпели крушение вместе с концепциями метафизическими, которые сейчас, ну, по крайней мере, как в истории философии принято, а не ослабли. У нас сейчас в философии проблема с этой самой метафизикой. Хотя вот недавно, хотя недавно Васил читал лекцию вот об обратном непосредственно. То есть метафизика не мертва до сих пор, так что вот не нужно думать, что она полностью мертва, и есть люди, которые думают иначе, но... Но все-таки ее стало значительно меньше в процентном соотношении. А вот и пена. Пена, из которой мы рождаемся. Пена-рожденность. Да, потрясающе. Ну, то есть, теперь образ пены. Как что рождается. Сущность мы уже выяснили, а теперь рассматриваем образы, отсылки на Платона, Фрейда, Нитши. Пена-рожденность. Как мы, да, появляемся из этой пены. Афродита, конечно же, здесь должна быть. Венера. Рождение Венеры. Там обсуждают, в общем-то, опять что-то в очень-очень плохом ключе, друзья. Ох, вот еще пена-рожденная Венера. Так, голых теток, наверное, не... Даже на красивых картинах голых теток мы не... Даже богинь. Даже голых богинь показывать, наверное, нельзя. Не будем задерживаться на богинях. Да, вот они, пористые, желистые вещества. Видите, там маленькие такие вот такие вот... Точечки, точечки, точечки. Это, типа, тоже про образ пены, как будто бы. Так. Вот у нас водоросль, получается, тоже. Видите, какая она вся пенистая. Пена как образ нужно воспринимать по преимуществу. Причем картинки подбирал, как я понимаю, не сам Салтердайк. С этим тоже нужно, как бы, мириться. Вот. Человеческие пены. Ух, ух, ух. Шляпа в виде камеры обскора. Клевая штука. Такс. Ну ладно, друзья. Я, наверное, не буду этот текст до конца дочитывать. Потому что вы там, во-первых, болтаете уже о чем-то другом. Во-первых. Во-вторых, ну, мы уже все разобрали. Мы по сущностным таким характеристикам учения Салтердайк прошлись по сферам, прошлись, и это хороший текст. У меня, кстати, есть лекция по башляру. Если хотите, тоже можете посмотреть по башляру. Башляр мне был еще значительно более куда интересен, чем Салтердайк. И там разобрана его пентология. Которая имеет некоторые пересечения с данным текстом. Ну, не знаю, насколько они прямые или косвенные. Но вот что-то вот тут похожее есть. Вот эти вот самые образы постоянные. Тоже очень интересный момент. Ладно. Это текст... 925 страниц. Я пролистал 232 пока. Тексты громадные. Ладно. Со Салтердайком мы сегодня закончили. Сейчас мы перейдем к моей статье. Сейчас, подождите. Так, ладно. Перейдем к моей статье.